Запускаем первый тестовый файл Commodore LeakTest. Тест запущен. Выполняем запрос. Блокируем. 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 Ну в таком варианте защитном наш тест набирает 340 баллов и код, который не проходил в режиме интернет security, теперь данный тест проходит. Ну что ж, теперь я хочу попробовать настройки контроля исполнения приложений, попробовать выставить частично ограниченные файлы, определять неопознанные. И все-таки отключу блокировку всех неизвестных запросов, так как эта функция усиливает работу защитную. И в данном случае LeakTest хотелось бы провести без этой функции. Давайте попробуем провести тест еще раз. Запускаем в нормальном режиме. Тест. Блокировать. Обратите внимание, что сейчас на максимальных настройках с учетом включенных всех компонентов, даже с учетом подключения определения неизвестной программы и запуск вне песочницы, программа совсем по-другому выполняет работу. И большинство функций выполняет точно так же, как и с отключенным режимом определения неизвестных приложений. Ну, за исключением некоторых пунктов. Тест набирает 320 баллов и не проходит только два параметра. Это код, который он не проходил и раньше, и Explorer.isParent. Давайте попробуем вернуть нашу защиту в нормальное положение. Отключаем обрабатывать неопознанные файлы как. И еще раз проводим тестирование. Ну, а в данном случае тест показывает непройденным опять одну категорию, 330 баллов. Это код. Таким образом, при отключенных функциях блокировки всех входящих, исходящих, если приложение не запущено, у нас имеется опять аналогичная картина работы интернет-секьюрити режима, который оставляет непройденным одну часть теста. Я думаю, что это, естественно, связано с интернет-эксплорером, то есть с тем браузером, который в настоящий момент используется. Тем не менее, на проактивной защите вы знаете, что у нас эта функция блокируется достаточно неплохо. Переходим к следующему тесту. Давайте посмотрим порты изнутри. И появляются запросы при запуске программы, которых раньше не было. Advanced Lanscanner пытается получить доступ к DNS-RPK-службе. Было просканировано 66 основных портов. И результат такой. 135-й порт RPK, 139-й NetBIOS, 445-й Microsoft SMB. У нас находится в открытом состоянии. И также имеется возможность снятия информации о NetBIOS. Следующий тест это AWFT32. При запуске мы получаем запрос. AWFT32 пытается изменить защищенный ключ реестра. Блокируем такую деятельность нашей программы. Еще один запрос. Пытается выполнить AWFT Run. Но это нормальная функция. Он пытается запустить себя. Разрешаем запуск. Пытается изменить защищенный ключ реестра. Блокируем. Пытается получить прямой доступ к диску. Блокируем. Вот в таком режиме программа была запущена. Предыдущие конфигурации столько вопросов не задавали. И запускались без такой тщательной проверки. Первый тест. Запрос. Пытается выполнить Explorer. Блокируем. Тест пройден. Второй запрос. Блокирован. Блокирован. Третий блокирован. Четвертый блокирован. Пятый блокирован. Шестой блокирован. Таким образом, в максимальных настройках данный тест программа проходит на 100%. Выявив все поползновения в системе и заблокировав на ручном управлении любые попытки программы сделать зловредное действие. Соответственно, если это будет песочница и автоматический режим работы, то программа выполнит эти все манипуляции в песочнице и соответственно тоже никакого результата фактического зловредного данные действия не принесут. Следующий тест. Писи-фланг. Лик-тест. Сообщение антивируса добавляем в исключение. Программа запущена. Вводим данные. И у нас обнаруживается прямой доступ к клавиатуре. Блокируем прямой доступ к клавиатуре. Нажимаем далее. И тест считается пройденным. Комода интернет-секьюрити автоматически определяет попытку снятия информации программой. Следующая небольшая утилита. 2-IP-тест. Запускаем. Уведомление. Получить доступ к ДНС РПК службе. Блокируем. Пытается подключиться к интернету. Блокируем. Пытается подключиться к интернету. Блокируем. Невозможно соединиться. Тест пройден. Следующий тест. Мини-секьюрити тест. Запускаем его. Пытается установить глобальный хук. Блокируем эту деятельность. Запускаем тест. Пройден на 100%. Еще раз запустим этот же тест. На этот раз разрешим глобальный хук. И тест не пройден. То есть данная категория тестов достаточно специфична. И рассчитана на определенное поведение. Если наша программа способна определять это поведение. И мы можем его остановить. То никакие смс вымогатели. Изменения ключей реестра. И блокировщики Windows. Не будут способны установиться в наш компьютер. И заблокировать нам работу. Если же эта деятельность не проверяется. И не контролируется. То соответственно можно ожидать сюрпризов. Следующий тест. Это PC Security Test 2011. Стартуем программу. И получаем запрос. Пытается изменить защищенный ключ реестра. Блокируем. Пытается подключиться к интернету. Сообщается о том, что это безопасно. Разрешаем. Безопасно. Разрешаем. Безопасно. Разрешаем. Количество запросов в данном тесте тоже значительно увеличилось. Еще один запрос. Пытается принять входящее соединение. Блокируем. 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 Безопасное приложение. Разрешаем его работу. Опять безопасное. Разрешаем. И вторая стадия теста. Надо дождаться окончания процесса. Давайте посмотрим результаты теста. А вот результаты теста на максимальных настройках. С учетом того, что я разрешал некоторые соединения. 100% антивирусная защита. 100% антиспайвари протекшн. И 50% антихакинг протекшн. Еще раз запускаем данный тест. Теперь я несколько задач изменю. И буду блокировать все соединения. Ну, соответственно, идет сообщение об ошибке. Невозможно соединиться. Я думаю, что, скорее всего, часть тестов у нас не будет пройдена просто-напросто. Это, скорее всего, антихакинг. Дождемся окончания. Итак, давайте посмотрим результат. Ну, результат, в принципе, ожидаемый. 100% антивирус, 100% антиспайвары. И не проводился тест антихакинг протекшн, потому что я заблокировал соединение. Ну, как я и раньше говорил, здесь ситуация разбита как бы на два пути. Первый путь это разрешить выполнение рекомендуемого, как бы не опасного действия, но заранее зная, что ты разрешаешь процесс соединения, который не был к тобою предусмотрен. И второй вариант это заблокировать соединение, которое должно было вот эти все моменты проверять, но зная о том, что как бы эта программа и является несколько недоверенной, опасной программой. И, соответственно, получить блокировку и, можно сказать, что получить 100% невозможности проведения самого теста. Ну, здесь каждый сам решает для себя. Переходим к следующему тесту. Антитест. Предупреждение антивируса. Добавляем в исключение программу. Попробуем запустить Keylog. Предупреждение. Модифицировать пользовательский интерфейс пытается программа. Блокируем изменения. Стартуем тест. Невозможно установить хук. И запросов на это даже не поступает. Просто программа заблокировала сразу такую деятельность. Здесь все заблокировано. Я думаю, что ничего мы, да, мы ничего выполнить не можем. Давайте попробуем еще раз запустить программу. На этот раз разрешим ей модифицировать пользовательский интерфейс. Запускаем снятие клавиатуры. Оно запускается. И клавиатура снимается. Скриншоты тоже выполняются. Системная блокировка. Изменяются ключи реестра. И изменяется, вносится дополнительный драйвер в систему. Клипборд. Попытка снятия информации. Давайте попробуем. Идет предупреждение. Notepad пытается получить прямой доступ к клавиатуре. Даже это оно замечает. Разрешаем. Notepad получить такой доступ. Теперь копируем информацию. И она попадает. То есть снятие осуществляется. Интересная функция. То, что даже текстовому редактору программа задает вопросы. Так что можно четко определить круг программ, которым разрешается выполнять ввод с клавиатуры. А каким программам можно это дело запретить. С точки зрения безопасности. Переходим к следующим тестам. Это небольшие тесты. ХИПС-тесты. Запускаем первый тест. Обнаруживается опасный объект антивирусом. Добавляем его в исключение. Еще одно обнаружение. И тест запускается без каких-либо дополнительных запросов. Следующий тест. Кейлогер. Запускаем его. Получаем предупреждение о попытке снятия клавиатуры. Блокируем данный процесс. Продолжаем работать. Но наш модуль абсолютно не активирован. Клавиатура не снимается. Следующий тест. Попробуем его запустить. Он запускается без предупреждений. Это попытка выгрузки определенных процессов. Никакой зловредности. Программа в нем не видит. Следующий тест. Рек-тест. Антивирус обнаруживает угрозу. Добавляем в исключение. Запускаем программу. Еще раз добавляем в исключение. Разрешаем выполняться этой программе. Прямой доступ к памяти. Разрешаем. Изменение защищенного ключа реестра. Блокируем. И включаем модификацию. Модификация всех проведенных ключей реестра не произведена. Была заблокирована. Исходя из того, что мы выбрали блокировку изменения каких-либо ключей. И теперь необходимо выполнить перезагрузку, чтобы посмотреть результат. Перезагрузка была выполнена без каких-либо проблем. Windows стартовал с первого раза. Соответственно, это связано с тем, что никакие ключи реестра видоизменению не подвергались. Переходим к следующему тесту. И здесь у нас начинаются предупреждения. Добавляем в исключение. Потому что антивирус видит зловредность в этих программах. Все программы добавлены в исключение. И теперь запускаем первый файл. Еще раз добавляем в исключение. Запросов увеличилось по количеству. Создаем учетную запись. Выполнили. И начинаем по очереди выполнять запросы. Обнаружено зловредное действие. Блокируем. Следующий файл. Исключение. Исключение. Блокировка. 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 И результат. Блокируем последний запрос. Результат аналогичен предыдущим. Мы видим, что часть тестов вообще не проводилась. Видимо, блокировка происходила до проведения самого изменения тестового. Два файла было заблокировано. И один последний был изменен хост файл, как сообщает программа. Тем не менее, блокировку мы проводили. Следующая группа тестов. LeakHips. Первый из них тест. Это Commodore Test. Добавляем в исключение. И запускаем программу. Вводим какие-либо данные. Запускаем первый тест. Предупреждение. Пытается выполнить клип. Разрешаем. Второе предупреждение. Пытается получить доступ к LiPX в памяти. Разрешаем. И пытается получить доступ к Explorer. Но вот это мы уже запрещаем. И действия программы остановлены. Следующий тест. Запрос о глобальной хук. Блокируем. На этом программа заканчивает свое выполнение. Следующий тест. И реакции никакой мы не видим. В конце концов программа подвисает. И не способна более выполнять какие-либо функции. Тест пройден. Следующий тест. Firehole. Предупреждение. Добавляем в исключение. Запускаем программу. Добавляем в исключение. Пытается модифицировать защищенный файл или директорию. Разрешаем. Теперь попробуем провести тест. Попытка установить связь. Выйти на Explorer. Блокируем. И я так понимаю, сейчас соединение все-таки было установлено. Хотя вот еще один запрос поступает. Пытается получить доступ к Explorer в памяти. Блокируем. Еще раз проводим тест. Ну вот теперь программа выполнить тест не может. Сообщает о том, что невозможно запустить браузер. Что ей мешало это сделать с первого раза, непонятно. Хост. Добавляем в исключение. Добавляем в исключение. Пытаемся запустить. Вводим данные. И запрос пытается выполнить себя. Разрешаем. Пытается вызвать Internet Explorer. Блокируем. Ну и запрос уже известен вам о том, что если наш firewall никак не отреагировал на действия программы, и интернет у нас вызывается, связь, вызывается браузер, то, соответственно, у нас имеется возможность работы эксплойта. Но вы видели, что мы заблокировали доступ. Следующий тест Jumper. Запускаем данную программу. Добавляем в исключение. Добавляем в исключение. Запускаем. Запрос. Создать новый файл или директорию. Блокируем. Ну и на этом тестирование заканчивается. Программа заблокирована. Следующий тест SSS. Добавляем в исключение программу. В исключение. Пытаемся изменить автозагрузку. Выполнено. Пытаемся отключить компьютер. Блокируем дополнительный доступ. И никаких возможностей к перезагрузке у нас нет. Тем не менее, программа пишет опять то, что тест не проводился. Следующий тест это создание вредоносного файла. Заблокирован. Создание вредоносного ключа реестра. Заблокировано. И попытка соединения. Тест пройден. Firewall заблокировал соединение. В режиме интернет секьюрити у нас опять происходит блокировка. Следующий тест. Серфер. Запускаем данную программу. Добавляем в исключение. Добавляем в исключение. И выполняем ее требования. Первое это запуск самой программы. Разрешаем. Второе это выполнение интернет эксплорера. Блокируем. Третье это опять запуск самого себя. И сообщение, которое уведомляет о том, что либо у нас проблемы с сетью, либо наш персональный firewall заблокировал действия программы. Что в принципе мы и хотели получить. Следующий тест. Терминатор. Запускаем терминатор. Добавляем в исключение антивируса. В исключение. И здесь нам необходимо запустить интернет эксплорер для нормальной работы программы. Но запустить мы его не можем, потому что принудительно самостоятельно блокируем его в ручном режиме. Следующий тест. Троян симулятор. Добавляем в исключение. Запускаем программу. Вновь добавляем в исключение. И пытаемся инсталлировать. Запрос. Пытается выполнить программу. Разрешаем. Запрос. Изменить защищенный ключ реестра. Блокируем. И создать имитацию работы Трояна не можем. Следующий тест. Wallbreaker. Закрываем интернет эксплорер. Запускаем тест. Добавляем его в исключение антивируса. Первый тест. Пытается запустить эксплорер. Блокируем. Второй тест. Эксплорер. Блокируем. Третий тест. Блокируем. И создать директорию невозможно. Четвертый тест тоже не выполняется. Следующий тестовый модуль. ZOOPASS. Запускаем. Добавляем в исключение. Добавляем в исключение. Запускаем программу. Предупреждение. Попытка модификации пользовательского интерфейса. Блокируем. Выполнить эксплорер. Блокируем. Ну и программа более ничего сделать не способна. Переходим к следующим тестовым файлам. Это лик-тесты. Добавляем в исключение. 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 И первый тест это код. Добавляем в исключение. Антивирус не унимается. Итак, установить соединение по двум направлениям не представляется возможным. Первое. Потребовался запрос, на который я ответил блокировкой. И второе. Попытка соединиться автоматически была заблокирована самим файл. Следующий тест. Лик-тест. Запускаем его. Добавляем в исключение. Запускаем. Добавляем в исключение. И программа пытается подключиться к интернету. Блокируем. Невозможно соединиться. Тест пройден. Следующий тест. Ялта. Запускаем. Добавляем в исключение. Добавляем в исключение. Добавляем в исключение. И пытаемся выполнить лик-тест. И нам сообщает о том, что сообщение было размещено. Тем не менее, запрос существует. Пытается подключиться к интернету. Мы блокируем эту функцию. Но сообщение от этого не видоизменяется. И последний тест PC-аудит. Также добавляем в исключение деятельность программы. Попытка доступа в памяти. Разрешаем доступ. Получить доступ к PC-аудит в памяти. Так, ну это уже пошли мои программы на запрос. Еще одна программа. Разрешаем. Продолжаем. Теперь необходимо внести какие-либо данные. Данные внесены. И продолжаем тест. Получить доступ к экрану напрямую. PC-аудит. Блокируем доступ к экрану напрямую. И формируется рапорт. Результат был выдан мгновенно. Без каких-либо дополнительных ожиданий. Дело в том, что появился дополнительный запрос о попытке съема экрана. Чего раньше у нас не задавалось. И нам сообщают, что наш тест мы не прошли. У нас имеется опасность передачи информации на сервер. Она была осуществлена. Пробуем еще раз запустить тест. Несмотря на блокировку дополнительной функции, тест почему-то считается непройденным. И сообщается о проблеме. У нас имеется проблема. И программа закрывается. Ну и здесь я так понимаю, все вопросы связаны непосредственно с тем, что какие-то функции были заблокированы. Удалил я блокировку PC-аудита. С теми функциями, которые я уже применил. Давайте еще раз его запустим. Все-таки хочется провести этот тест. Запрос. Модификация. Создание директории. Разрешаем. Продолжаем работу. Получить доступ PC-аудит.exe в памяти. Блокируем. 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 И нам необходимо внести информацию. Информация была внесена. И попытка соединения с сервером ожидается. Давайте дождемся результата. Теперь результат не происходит так быстро, как раньше. Запросов дополнительных не поступило. После того, как я выполнил блокировку определенных дополнительных запросов программы. Согласно данным первого германского сайта, основные порты, которые он считает опасными, находятся в защищенном состоянии. Следующий сайт и проверка сканирования портов на предмет их открытости. Было просканировано 462 порта. Все они находятся в закрытом состоянии. Следующий тест. Проверка троянских портов на открытость. Запускаем. Было просканировано 314 портов. Ни один из этих портов не открыт. И еще один тест. Попытаемся посмотреть, возможно ли с внешней стороны получить информацию о NetBIOS. Получить информацию о NetBIOS не представляется возможным. Получить данные с сайта PC Flank все так же не представляется возможным. Сайт в нерабочем состоянии пребывает. Переходим на сканирование портов от 0 до 1055. Осуществляется сканирование портов и постоянно идут запросы о входящих соединениях, которые я блокирую. Данный тест был полностью пройден, о чем свидетельствует надпись. И все порты от 0 до 1055 находятся в защищенном состоянии. И проведем еще один небольшой тест. Проверялись основные порты по мнению сайта. Тест был пройден. Все порты от 0 до 5000 с выборкой находятся в защищенном состоянии. И нам остается посмотреть результат нашего теста, который выполнен. PC Audit. И в данном случае, в случае блокировки определенных процессов, которые программа пыталась выполнить, мы получаем пройденным данный тест. Соответственно, при таких настройках запросов получается гораздо больше. И главное выбрать правильное действие среди этих запросов. Если программе позволить лишнее, то, соответственно, мы и разрешим ее вредоносное действие. Следующий тест, это аналогичный предыдущему, то есть тесту. Теперь мы переведем конфигурацию нашего интернет-секьюрити в проактивный режим. И этот проактивный режим настроим на максимальную работу. И проведем те же самые тесты для того, чтобы получить результат, который мы сравним друг с другом.